Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного ютуб-канала, который ведет Юля Ру Флорида. С вами сегодня Надя Егерс, я ваш риэлтор в центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды. Сегодня мы находимся в пригороде, который называется Лейк Нона. Это очень уникальное место, про него можно много очень рассказывать, скорее всего мы в скором времени сделаем отдельное видео просто про этот городок. Находится Лейк Нона на юго-западе от даунтауна Орландо минут 25-30 езды и также отсюда до Дисней парков тоже минут 30 езды. Находится рядом с международным аэропортом МСО минут 10 езды. Мы здесь пару раз уже были, я просто возможно повторю какую-то информацию. Город необычен тем, что это достаточно новый, молодой район, пригород Орландо. Вообще он начинался, весь этот город строится еще где-то в районе 2000-х годов и плюс. Этот район уже, как сказать, под район Лейк Нона, то есть это район уже в городе Лейк Нона, который называется Лорет Парк. Именно вот это комьюнити, оно огромное комьюнити, просто вообще невероятных размеров. Оно начиналось строиться с 2017 года, то есть здесь все дома достаточно новые, достаточно молодые. Что уникального во всем этом районе Лейк Нона, включая и этот комьюнити, в том, что здесь невероятное количество развлечений, невероятное количество госпиталей. Здесь прямо находится недалеко от этого комьюнити, находится Медикал Сити с огромным количеством медицинских центров, клиник, поликлиник, Нью Морс детская клиника, одна из самых больших в Америке, здесь тоже находится. Также в Лейк Нона находится самая большая в мире теннисная академия на 100 кортов. Весь этот город испещрен маленькими дорожками, тропинками для тех, кто любит ходить, бегать, на велосипедах кататься. В общем, здесь очень много всего для досуга, отличного рейтинга школы. Я даже не знаю, как еще его похвалить. Для этого нужно снять отдельное видео, иначе у нас не хватит времени на дом. И сегодня я хотела вам показать дом. Он выставляется сейчас не на продажу, выставляется на аренду. Цена аренды будет 3600 долларов в месяц. Дом, три спальни, две с половиной ванных, 2050 квадратных фит, что в переводе около 190 квадратных метров. В доме есть гараж на одну машину. Дом небольшой, то есть этот дом для любителей жизни, возможно, в Кондо, ну, чтобы не было соседа, как бы за стеной, да, то есть, ой, или в таунхаусе, вот так вот можно сказать. То есть это отдельно стоящий дом. Он небольшой, очень уютный, и здесь, в принципе, как бы большие дома в этом районе особо не нужны, потому что вся жизнь проходит в развлекательном центре, в клабхаусе. Здесь аквапарк, бассейн, здесь сам комьюнити пул, он курортного типа, resort type pool. Вот, мы его тоже посмотрим, снимем, а сейчас давайте пройдем, посмотрим дом. Три шестьсот в месяц. А сколько примерно стоит он? Владелец его покупал в январе месяце за пятьсот двадцать тысяч, сейчас такие же дома здесь продаются около шестисот тысяч. Какие-то плюсы. Ну, пятьсот девяносто пять и до шестьсот тридцать. Эчо ей здесь, ну, конечно, арендаторы, они не будут платить эчо ей, это я так в общем говорю. Эчо ей 180 долларов, но за все то, что вы увидите, что предлагает комьюнити, мне кажется, это, ну, совсем невысокая цена. Тут вообще интересный заход, то есть гараж с другой стороны, да? Гараж, получается, да, подъездная олея с той стороны, а здесь вот такой... Переулочек имеется. Это дворик, он не очень большой, но что удобно в этом дворике, это для тех семей, кто не хочет ухаживать за двором большим. Очень много людей любят такого вида, это называется лоу-мейнтеннесс. То есть, как я говорила ранее, в комьюнити очень много развлекательных программ, люди в основном проводят вне дома и занимаются спортом, и фитнес здесь есть, и бассейн, рестораны прямо находятся на территории комьюнити, так что можно чем заняться, есть чем заняться. Класс. Здесь у нас находится обеденная зона, вот такая большая, достаточно хорошая кухня. Да, хорошая кухня. Не помню, я говорила, что дом был построен в 2019 год. Новый. Всякий случай, да, достаточно новый, очень обширная гостиная. Да, вообще уютненький, да, домик экспонировал? Очень уютненький, сверху, куча окон, залезть, сколько света в этом доме. Да, 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 да. Мне лично очень этот дом нравится, и сюда давайте пройдем. Здесь вход с гаража, мы сейчас посмотрим. Здесь половинка санузла. Половиночка. Вот здесь такое решение сделано, офисный стол поставил хозяин, рабочее место организовал. Да. Большая плодовая, и проходит, даже туда появляется под лестницей. Так, а здесь что? Селенарные называются? О, тут шумит. Однако. Так, сейчас я вам покажу вид дома с этой стороны. То есть, вот он подъезд. Мы сюда подъезжаем. И заходим внутрь. Вот мы посмотрели первый этаж этого дома. Нет никаких лишних помещений, которые, не знаешь, как их использовать. Да. В этом очень большой плюс. Дом не такой большой, чтобы было еще где-то вместить какие-то помещения. Но это действительно то, что достаточно. Для двух-трех человек идеально. Даже четырех. Да. Для с двумя детей. Ну да, да. У каждого. Здесь столько всего для детей. На самом деле здесь очень семейный комьюнити. Опять-таки школы все отличные. Давайте пройдем, начнем с хозяйской спами. Так. Вот такая просторная. Да. Просторная. И посмотри, какая гардеробная. Встроенные шкафчики, все с умом. Классно. Ничего лишнего. Есть и закрывающиеся ящики, и открытые полочки. Очень красиво выполнена, кстати. Бардорс. Мои любимые двери. Кстати, гардеробная тоже есть. Это большой плюс. Даже гардеробная. Так все цивильно сразу смотрится с полочками, да? Здесь заходите в ванную комнату. Так. Здесь душевая. Две раковины. Кварцевая поверхность. Так, а здесь туалет. А туалет, посмотрите, какой навороченный. Так. Здесь сразу слева от хозяйской спальни находится просторная постирочная. Класс. И две гостевые спальни. Так, сейчас посмотрим. Гостевая. Номер один. Двери тоже высокие. И если мы посмотрим внутри, тоже полочки. Кастом. Так, далее. Проходите во вторую гостевую. О, она вообще такая светлая. Очень светлая. И тоже такие двери. Высокие. Тоже полочки. Здорово. И один полный санузел на две гостевые спальни. Здесь уже ванная. И гранитная поверхность. А на втором этаже здесь у нас ковролин, да? Здесь у нас ковролин. Еще одна кладовочка. Кладовочка. Я не знаю, если я в каком-то видео раньше говорила, но когда застройщик строит дом, второй этаж всегда ковролин. Там даже выбора нет. А потом уже сами хозяева, они должны купить дом с ковролином. На первом этаже, да, есть много опций. И дерево, и ламинат, и плитка разная, как бы, любых цветов, да? А второй этаж у них какой-то код такой есть, код застройки, что ни один застройщик вам не сделает второй этаж, чтобы он был без ковролиновой поверхности. Кроме, если это кастом-мейт, то есть массовые застройщики этого не делают. Но, как вот наш любимый Эймон дохода-констракшн, он же кастом, да, то есть он точечный застройщик, вот он делает. Он может. Так, будем к нему обращаться. Сейчас я говорю именно о таких больших застройщиках, как Аклинар, Крафт Холмс, Пульт. То есть, ну их много очень, застройщиков, вот у них такие вот правила построят. Что мы можем сказать про школы здесь? Школы хорошие, да? Школы здесь отличные. Просто, ну, одни из самых лучших во всем Орландово, если взять все районы вместе. Конечно, у нас есть и другие районы с хорошими школами. Ну, в Лейк-Нона их множество. Ну, комьюнити относятся к разным школам, и все они очень высокого рейтинга. А скажи, здесь H-O-A сколько в месяц? 180 долларов в месяц, но это того стоит. Да. То есть, посмотреть на то, что здесь H-O-A предлагает. Бесплатно. Ну, не бесплатно, а за эту стоимость, да. И бассейны, и фитнес, и ресторанчики тут же находятся. То есть, это целый такой спланированный, как у нас называется, плантс-девелопмент. То есть, это не просто комьюнити, да, а это как город в городе. Называется Лорик Парк. Ну, слушай, мне лично очень понравился этот домик. Я бы даже его купила бы, если бы такая возможность существовала. Так что... Ну, вот, к примеру, мы выставляли видео в Downtown Orlando, дом старой постройки 1911 года. И, например, вот этот. Это совершенно разный район. Абсолютно, да. Что бы ты купила? Вот смотри, даже не так поставим вопрос. Тот дом вообще оценен выше, да, 700, по-моему, с чем-то, да, на продажу? Ну, так я... А, цена дома, да, конечно. То есть, этот около 600. И мне бы сказали, вот, выбирай дом бесплатно. Какой из этих? То есть, тот как бы вроде дороже стоит, но мне вот этот вот дом понравился больше. Я бы его выбрала для жизни. Ну, да. И район классный. Так же, он как бы благотворный район для семей, для детей. Здесь, снова, может быть, повторюсь, очень много спортивного досуга, и теннисные корты, и баскетбол, и весь комьюнити спещерен дорожками для ходьбы, бега, велосипедов. То есть, здесь реально есть чем заняться тем, кто живет. Так что, имейте в виду такой вот район Лейк-Нона. Ну, все, до следующих встреч. Спасибо, что вы нас смотрите. Извините, мы сняли микрофон, если что-то будет со звуком не то. Простите нас. У нас техническая неувязочка произошла. Слава богу, мы на улице сняли, где был ветер, с микрофонами внутри дома. Надеюсь, со звуком не будет проблем. До следующих встреч. Прощаемся. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok